Ничто не ценится нынче на рынке труда так, как способность генерировать новые идеи и создавать оригинальный контент. Спрос на креативность растет день ото дня. И если раньше профессии, связанные с творчеством, можно было по пальцам пересчитать, то сегодня речь о них идет как об отдельном секторе мировой экономики. Креативные индустрии — отрасль, которая формируется за счет творческой деятельности и управления правами на интеллектуальную собственность. Это музыка, архитектура, дизайн, моды, видеоигры, фото- и видеопроизводство, телерадиовещание и многое другое. Согласно статистике, 3% мирового ВВП составляется как раз этим сектором экономики. В нем трудится около 1% всего мирового населения. В России это 8% от трудоспособного населения. Но самое главное, что именно эта отрасль экономики демонстрирует самый динамичный и стабильный рост. А это значит, что в ближайшие десятилетия представители этой профессии будут очень востребованы. Одно дело — снимать с друзьями вайны для соцсетей на переменах, и совсем другое — заниматься креативом профессионально. Специально для тех подростков, кто готов погрузиться в творчество серьезно и с видами на будущее, в нашем регионе открылась школа креативных индустрий. Креативные индустрии окружают нас повсюду. Основаны они на индивидуальном интеллекте, который соединен с цифровыми технологиями. Как раз наша школа будет растить юных, талантливых гениев, которые умеют правильно пользоваться цифровыми технологиями. Ну и, я надеюсь, будут в последующем радовать нас хорошим контентом, хорошим видео, хорошими фотоснимками и, конечно же, дизайном. 120 подростков в возрасте от 12 до 17 в течение двух лет будут обучаться у лучших специалистов своего дела. В школе четыре направления — дизайны модуль цифрового производства, звукорежиссура и электронная музыка, интерактивные цифровые технологии VR и AR и фото- и видеопроизводство. Для каждого курса своя оборудованная аудитория. На самом деле, сегодня у нас стоит самая топовая техника. Я даже немножко волнуюсь, потому что в городе таких линей практически нет. Требования к оборудованию и программному обеспечению студии строго регламентируются Министерством культуры Российской Федерации. Школа креативных индустрий — это проект федерального уровня, и в регионе он находится на контроле у первых лиц. В день открытия губернатор Ульяновской области лично посетил первые уроки креативных школеров. Впрочем, до оценок еще далеко. Это только ознакомительные занятия. Учебный год в школе начинается с 1 октября. Но если верить преподавателям, уже в ближайшие месяцы креативные ученики порадуют и приятно удивят нас своим творчеством. Юлия Шагунова, Данил Сурков, Уллправди ТВ.